Еще в глубокой древности существовали люди, которые составляли требования к первым письменам. Как они назывались в то время неизвестно, но точно не редакторы. Но ответственность на них лежала огромная. Сегодня на плечах редакторов лежит задача не только по созданию качественного медиапродукта, но и руководства коллектива. Без таких специалистов не обходится ни одно средство массовой информации. Здравствуйте, коллеги. Как рабочий процесс? Приветствую. Здравствуйте. Да, все хорошо? Приветствую, Богдан. Отлично. Ну, отлично, хорошо. Настроение, все в порядке? Как всегда, наоборот. Отлично, хорошо. Все, сейчас пообщаемся в рабочем режиме. Спасибо. Эти слова каждое утро слышат все сотрудники ЛРТ. С них начинает свой рабочий день главный редактор телеканала Александр Раскашонок. Ему важна каждая деталь. Проходит ли телевизионный сигнал, работают ли монтажеры, готов ли к трансляции контент. А самое главное, каков настрой коллектива. Здесь работают потрясающе талантливые, интересные, очень творческие люди, коллективы, которые хотят работать, в которых огонь в глазах. Это меня очень сильно в приятном смысле удивило и очень хочется как-то здесь продолжать эту историю. Александр Раскашонок со студенческих лет знает телевизионную кухню изнутри. Он работал и в кадре, и на монтаже, и сам снимал сюжеты. У меня была авторская программа о кино, достаточно успешная программа, которую мы сделали. Вообще новый формат в этой программе. То есть нам как-то не делать. Все какое-то молодежное такое было, новое движение, очень интересно. Вот, ну как-то так, да. Потом в связи с этим я, собственно, собирался поступать на факультет журналистики в ГУ. Но случилось в моей жизни то, что случилось уже дальше. А случилась «Фабрика звезд». 20 лет назад Александр стал участником музыкального реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Два с половиной месяца насыщенной творческой жизни, занятия с педагогами по вокалу, танцам и сценической речи дали свои результаты. «Фабрика звезд» — это все равно так или иначе проект искусственный. Я к нему очень хорошо отношусь. Большинство из нас вряд ли бы встретились с творческой жизнью, потому что очень много, очень разные мы в общем. Возможно, когда-нибудь, когда будет 30-летие «Фабрики звезд», может быть, какой-то эксперимент такой и проведем. Группа «Корни», в составе которой была «Сташонок», стала победителем первого проекта «Фабрики». В коллективе Александров проработал 8 лет. Потом стал заниматься музыкальным продюсированием и нашел свою нишу в кино. В начале года артиста пригласили возглавить в округе Дворец культуры. За три месяца он успел создать в Люберцах репертуарный театр. Теперь планирует организовать детскую киношколу. Мы сейчас активно ведем переговоры с ребятами, которые это делают, очень профессионально, очень круто. И они мне сказали, что к сентябрю уже они планируют эту историю запустить, потому что им самим это очень интересно. Просто для того, чтобы это запустить, это огромный пласт работы нужно проделать. Творческой в первую очередь, чтобы создать какое-то новое направление, создать какую-то программу действий. При содействии «Сташонка» в конце апреля в Доме офицеров открывает двери школа диджеев. А неделю назад Александру предложили стать главным редактором телеканала ЛРТ. Когда поступило это предложение, я сразу понял, у меня все пазлы сложились. Оказывается, можно все вместе, это все как-то вот историю и телевидение, и культуру все вместе объединить. Как главный редактор на телевидении и как художественный руководитель ДК, я обладаю всей полнотой вот этой информации. И можно создать из этого что-то очень крутое, чтобы весь информационный поток, он происходил какой-то хороший творческий такой обмен. Общий язык с сотрудниками Люберецкого телевидения найден сразу. Потрясающий коллектив, мне так здесь нравятся вообще все веселые, дружные и какие-то легкие такие. Вот это мне очень близко. Я сразу понимаю, что я в своей среде на телевидении. Я посмотрел всю эфирную сетку и сразу сложилось впечатление и понимание того, что куда можно двинуться дальше. Есть в планах какая-то история с ток-шоу, с музыкальными шоу, с утренними эфирами какими-то интересными, полезными. По словам Александра, с первых дней работы на Люберецком телевидении он с головой погрузился в творческий процесс. Главное – поддержка коллег и единомышленников. Себе пожелаю сил творческих и физических, потому что такая двойная работа, конечно, потребует очень большой концентрации, очень большой энергии. И я очень надеюсь на помощь коллективов, конечно. Потому что кто мы без коллектива? Руководители. Ну кто? Поэтому будем вместе работать и творить что-то интересное. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.